Карты сейсмического районирования впервые за 20 с лишним лет планируют обновить риски подземных толчков мощностью до 6 баллов. Ученые не спрогнозируют, но зато с математической точностью определят потенциально опасные к земным колебаниям территории. Результаты научных работ ближайшие два года передадут строителям для выбора самых безопасных мест для жилых застроек. Первые исследования уже начаты в горах на востоке республики. В сейсмоэкспедиции побывал Вячеслав Ветлогин. Производим сейсморазведочное исследование, так называемую инструментальную съемку делаем, изучаем сейсмические свойства грунтовой толщины до глубины 30-40 метров. Вот так в горы с полной выкладкой, массивными сейсмосканерами и оргтехникой взбирается научно-исследовательская группа. Отечественные ученые покоряют и серьезные возвышенности. На востоке Казахстана идет составление карты сейсмического районирования. В ближайшем будущем она станет памяткой для строителей. Проще говоря, специалисты будут знать, в какой этажности необходимо строить здание в той или иной местности, и какие стройматериалы применять, чтобы конструкция была безопасной в случае рисков землетрясений. Карты, подверженных землетрясением территорий в Восточном Казахстане, не обновлялись последние 20 лет. Между тем, с 2016 по 2020 год преимущественно в горных районах области возвели не меньше 2 миллионов квадратных метров жилья. Это несколько сотен многоэтажек. По сути, ориентировались строители лишь на общие данные о сейсмической активности почв в пределах 2-6 баллов. В планы дальнейшей застройки намерены вмешаться сейсмологи. Они хотят внести уточнение в строительные проекты. Разрабатывается норматив строительной нормы для строительства. Это все стандартизация Еврокод-8. Такое более безопасное строительство. Где строить лучше и безопаснее определяет эта мобильная бригада. Специалисты здесь физически подготовленные. Протягивать аппаратуру приходится и вдоль крутых горных склонов, сканируя каждый километр местности. Одна из основных частей нашей работы физическая, это проспитка косы, установка датчиков. И столь энергозатратные действия как никогда актуальны. За последние 10 лет в Восточном Казахстане произошло 22 землетрясения амплитудой до 6 баллов. Последнее землетрясение балленностью у нас 6,2 балла было в Зайсанском районе. Активность присутствует не только у нас в области, по всему Казахстану. Поэтому в той же Алматы сейчас также обновляют сейсмокарты. Они правда устарели, ведь по данным за 1983 год в городе были зоны 8-бальной сейсмоопасности. Сейчас же данные скорректировали и вся территория города отнесена уже к 9-10-бальной шкале. Схожие исследования необходимо проводить и на западе страны, где в 2008 году произошло 7-бальное непрогнозируемое землетрясение. Как позже выяснили сейсмологи, подземные колебания стали последствием добычи полезных ископаемых. И разработки нефтегазовых месторождений. Отчасти поэтому, с учетом развития промышленности и роста урбанизации, карты сейсмического районирования в Казахстане требуют серьезной переоценки и корректировки данных. Вячеслав Фитлугин и Дмитрий Пыхтин. Усть-Каменогорск. Итоги дня. Итоги дня. Итоги дня.